Человек подобен дроби. Числитель – то, что он есть, знаменатель – то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Лев Толстой. 27 лет назад. Где была ваша первая вахта? Мы стояли в мясном бару, и мы работали в основном, мы ездили на машине, машина была, и мы ездили со Спасской полюси, вот сюда ходили. Вот здесь я первого бойца и поднял. То есть это самый первый боец, который меня и зацепил, в принципе. Поисковик Юрий Кун помнит в деталях свою первую находку. Он случайно наступил в черничник. Под ногой что-то хрустнуло, и показались белые кости солдата, полежавшего на поле боя почти полвека, с весны 42-го. У него винтовочка была, гранатка была, фляжечка стеклянная, которая вот у меня до сих пор сохранилась от него. Просто рядовой. Они пытались проскочить через дорогу Спаска-Полюси-Ольховка, но неудачно, к сожалению. Немцы их накрыли очень плотным минометным огнем, потому что там минометных мин было очень много. И они остались там перед дорогой, перед этой. Вам зачем эта война уже 27 лет? Обидно за государство. Обидно реально за государство. Хочется, что, ну, знаете, вот когда приезжают родственники, ну, самый пик вообще вот всего, это приезд родственников, да, и то, что они благодарят, они безмерно рады, счастливы, что нашелся их там дед, прадед. Это вот, я считаю, вот это вот маленький патриотизм, когда мы любим вот свою родину, да, в том, что за нее погиб мой дед. Я хочу знать, где он погиб. А почему бы и не знать? Судьбы-то разные. И, конечно, хочется, чтобы каждый человек мог в конце концов понять, чтобы не было вот этих без вести пропавших. Жалко, что когда мы находим, и он без вести пропал, потому что у него элементарного медальона не было. У первого солдата Йоркуна медальона не было. Была стеклянная фляга. Сейчас эта фляга в витрине поискового музея Савинской школы среди сотен экспонатов, найденных не только в новгородских лесах. Я же не только в нас копал, да, я и за границу ездил покопать, в Монголию. И там тоже с этими же стеклянными фляжками воевали, да. То есть я удивился. Я думал, только у нас, типа, маловишерский завод там эти фляги лил и наших здесь и снабжал. Не, в Монголии все тоже со стеклянными флягами солдаты бегали. Такая тяжесть. Неудобно-то. Упал, хлоп, разбил. Все, остался без воды. В Монголию вы ездите тоже каждый год? Нет, два года ездил, пока были деньги. Катался в этом году. Не знаю, если меня проспансируют, то я поеду. У вас есть спонсор даже? Нет, просто та сторона, кто ездит туда, кто хочет там работать, они очень заинтересованы во мне, скажем так. А вы уже как профессиональный поисковид, да? То есть они поняли, что реально мы умеем искать. Мы видим хорошо. Мы умеем находить. А там же совсем другие условия, степь. Степь. Так еще лучше, еще дальше видно. Еще дальше видно. Да. Война шла по определенным законам, то есть они ничего не менялись. Есть господствующая высота, да? А там тоже бабы наожают в Монголии, да? А там же наши воевали. Наши воевали так же. И так же они там остались? Так же и остались. Там по официальным данным 2000 без вести пропавших. Там тоже никто не хоронил? Нет, там просто... Ну они остались вот в ячейках. Оружие собрали, а они остались. Ячейки ростовые. По траншеям, по ячейкам. Песочком завеяло и все. И они там... Как он упал, убитый там в этой ячейке, так он там сидит. Читал анализ боев на Холхенголе. И, к сожалению, читая вот этот анализ боев в 1939 году, я понимаю, что машина наша военная была к 1941 году не перестроена на фактах вот тех боев. То есть и связь у нас была плохая. А ведь на войне, говорит, главная связь. Вот там в этих... В анализе четко было сказано, когда наладили связь между войсками, появилось нормальное взаимодействие и родов войск, и наступление хорошо прошло, и люди не гибли пачками и тачками. Забытая победа солдат на Холхенголе стала одной из причин, почему Япония не напала на СССР во время Великой Отечественной войны. И они тоже пропали без вести, как тысячи солдат потом. На карте школьного музея флажками поиска обозначены две трагедии, двух фронтов от 1942 года. На севере, в районе Мясного Бора, Любанская наступательная, а на юге Зарамушева – Демянская. Юрий Ильич, а вы примеряли на себя, когда им тишина, или того самого солдата? Вот вы, допустим, я не знаю где, на северо-западном фронте, в Демянском хатре, там где-то вы. Они были смелые люди, и они такой. Они очень смелые. Я не представляю себе, вот как бы я смог бы подняться в атаку, да, вот часто вот находим места атак, где люди просто шли по минному полю, да. Они там остались на минном поле, поэтому они остались на минном поле, что их не собрали. Минное поле надо разминировать. Кто по ним разминировать? Некуда. Все вперед-вперед. И они остались на этом минном поле. Остались висеть на колючке. Они шли на пулемет. Ты понимаешь, что вот они и шли. Они вставали в эту атаку и шли. Мне страшно это представить. Как бы я встал и пошел бы. И знаешь, что я сейчас погибну. Ну, там еще и сзади был пулемет. Это очень такая интересная, в большинстве случаев легенда про заград отряда, да, то есть... Ну, конечно, призывали там и командиры, и политработники там это... И грозили расстрелом, и все. И все знали, что если ты не поднимешься в атаку, ты можешь получить и эту пулю, да, ну, после атаки. Вы ушли с севера. Почему? Больше некого тут поднимать? Нет, тут еще много поднимать. Почему вы ушли на юг? Ну, потому что там больше простор для деятельности, меньше тронутых мест. Оно же всегда интересно по-новому ходить. И здесь глаз уже замылился. Мы буквально каждую кочку знали. И не тот интерес пошел. А, я здесь... Там лежит боец. А ты проходишь мимо него. А, я здесь был. А, я здесь не буду смотреть. И ты мимо бойца просто проходишь. То есть есть такое выражение, что надо отдохнуть местом. И вот сейчас мы возвращаемся, ну, вот так вот на выходные сюда ездим, посмотреть. Мы возвращаемся на те места, где мы ходили, и мы опять поднимаем бойцов. Дети, когда приходят в этот музей, чего они спрашивают? Чаще всего, Юрьевич. Ну, чаще всего, конечно, они сначала такие смотрят, они долго соображают. Их интересует вот этот шар стеклянный. А что это? Это вот ампула. Она с фосфором, то есть напалмом. Этот шар летел в сторону противника, стеклянный, разбивался, и напалмом высыпался, ну, вот этот фосфор, да, вывалился наружу и сжигал. Все. А там есть содержимое? Нет, нет, конечно, дезактивировано. Все, 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 все пустое. В детстве Юре Куну война казалась героическим приключением. Мальчишка он ходил в лес и видел ржавые винтовки, каски, находил пули и снаряды. Он трогал эту войну руками и не понимал, что прикасается к самой смерти. По официальным данным, на Волховском и Северо-Западном фронтах только боевые потери составили 900 тысяч человек. Я сталкиваюсь постоянно с нашими убитыми. Постоянно. Наши, наши, наши. А когда нахож немцы, да, мы тоже их могли бить. И они также кидали своих солдат, не убранных с поля боя, как и наши. Хотя это редкость. По большому редкость. Это значит, что-то зажало немцев очень конкретно, что они не смогли своего солдата забрать. Так они даже контратаки предпринимали для того, чтобы нести солдата в поле боя убитого. Отношение другое. Даже к убитому солдату. Жалко. Что обидно, да? Да, обидно. Почему у нас по жизни как расходный материал, да? Почему у нас медальоны, даже вот медальоны, элементарные медальоны, мы не сделали было такие, чтобы мы могли солдата опознавать до сих пор, да? Возьмите чеченскую компанию. Тоже, ведь ребята сидели там, первая чеченская компания, сами делали себе медальоны. То, что началось, вот это поисковое движение, это что называется инициатива снизу, да? Да. То есть вот эта вот государственная программа там захоронения павших воинов, она вроде бы и была, да, у нас послевоенные годы. Да, да. Вот те же самые 25 рублей за сбор черепа, да? Какие-то перезахоронения в случае, если, допустим, там водохранилище, например, разливается на месте. Да, не обязательно. Деревня умирает, там поле разработать надо. Много таких перезахоронений было. И типа были перезахоронения, да? То есть, ну, на бумаге перенесли, и все хорошо. Могилку одну выкопают, перенесут, целое захоронение, там, 200-300 человек. Как раз. Мы в 96-м году так переносили тоже захоронения. Здесь рядышком, в соседней деревне, в лесу. Она тоже числилась перенесенным. Из 106 человек целых 5 человек было перенесено. Вы пересчитывали? Да. Ну, оно митсамбатовское, оно было, ну, известно. Список был известен, то есть. И одна могилка вот была изъята. И то, по воспоминаниям, не донесли их до кладбища, их закопали. Ну, где закопали, теперь уже неизвестно. Это что такое? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот разнотушие это, скорее всего, было, да? То есть, потому что, ну, война только закончилась, людей много, и инвалидов этих, и коллег ходило. То есть, ну, немножко огрубели, да? Вот к этим, ну, потерям. У нас здесь вот, ну, в тылу, да, допустим, Саяна, ну, ладно, тыловой район не так. А вы возьмите, вот, народ, который жил в Старорусский район, да? Вот, Любанская, где операция, да, была. Они же за грибами, за ягодами ходили, там, чуть ли, грубо говоря, черепами в футбол не играли. А, может быть, играли. Просто сейчас не признается об этом. Но многие рассказывают, да, вот мы там на клюк уходили, там, вот, солдаты там в шинелках лежали, мы там валенки собирали, шапки собирали. Весенняя полевая вахта Юрия Куна уже началась, где-то в морозном лесу за Парфино. Пока нет зелени и земля обнажена, можно увидеть на ней шрамы войны. Следы траншей, окопов и воронок. И поисковиков не пугают ни студенные апрельские ночи, ни проливные дожди, начало мая. Это общность людей, да, с которыми приятно всегда собраться у костра, да. Ты уходишь с этой жизни, отвлекаешься, где ты понимаешь эту неустроенность быта, как бы вот этого, ну, он натурально неустроен, да. Ты каждый день должен думать о том, как тебе заработать деньги. Надо на эти деньги несчастные, которых там не так много с умом потратить для того, чтобы тебе дожить до следующей получки. И вот эти вот мысли, которые тебя постоянно гнетут, они, конечно, давят. Тут ты обязан этому, этому. А там ты обязан только тем солдатам, которых ты поднимаешь. И ты, конечно, ты им обязан намного больше, чем здесь. И ты там работаешь намного сильнее, чем здесь, честно сказать, там ты от всего себя отдаешь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...